всем привет сегодня у нас будет обзор это топовый xenon philips d2s extreme vision против секретного очень дорогого лазера вот фиксирую экспозицию это у нас пока что на стены тест сегодня будем и на дороге смотреть включены две линзы блоки розжига шуме ультра то есть средненькие ну сейчас я переключу на топовые это у нас светит секретная линза лазерная дает много света много света книзу это у нас xenon f1 линза она уже работает минут десять наверно ну собственно говоря и билет тоже как видите xenon под верхом имеет горячее пятно небольшое этот лазер дает большое но я думаю что перед машиной как бы будет пересвет на xenon и такого не будет то есть тоже вот f1 линза практически нету никаких пятен первый образец линза f1 лампы philips extreme vision блок инфолайт эксперт про топчик потребляет 43 ватта после прогрева лампа подогнута замеряем ближний свет ближний свет у нас выдает 9000 люксов сразу забирая наперед скажу что это не самый яркий блок я уже давно заметил что блоки са банками светят тусклее чем обычные блоки даже при одинаковые заявленной мощности в общем-то ближний свет 9000 люксов но опять же смотрите где он он не здесь а под верхом здесь уже 6 то есть будет пересвет но в целом такой вариант для города вполне имеет право на жизнь и так все то же самое дальний свет как видите дальний свет у нас особо не прибавил 9000 с копейками попробуем другой блок и так линза f1 лампа philips подогнутая колба блок шоуми ультра потребляет 44 с половиной ватта все то же самое у нас светит но яркость стала больше освещенность вот 10500 дает уже это у нас ближний а это у нас дальний дальний свет у нас 10600 до видно я немножко перестарался с подгибанием колбы потому что в дальнем нас практически ничего не добавляется ну так скажем выжали максимум сейчас еще попробуем полтинник 50 ваттный блок посмотрим сколько на нем получится и так линза f1 philips extreme vision d2s блок инфолайт про 50 ватт потребляет 56 и 8 светит это все вот так уже разожглась лампа до конца барабанная дробь я уже показывал когда-то в тесте вот по все повторяется в тесте d2s ок я уже показывал эти значения в принципе да я здесь немножко перестарался с перегибом лампы но тем не менее вот 14000 люкса у нас ближний свет на ксеноне я сейчас включу дальний и так дальний свет 14500 это у нас дальний свет на филипсовских лампах так теперь переходим к билет линзам и так у нас секретный билет лазер потребляет 56 ватт можно сказать как 50 ваттный ксенон поэтому здесь у нас тест можно сказать один на один один в один скажем в равных условиях потребляемая мощность одинаковая смотрим то как у нас светит до билет светит поинтереснее вот только что человек у меня был я ему демонстрировал все это он говорит билет поинтереснее ну и я это вижу что он поинтереснее светит за счет чего за счет того что у него более равномерный свет и он белый и горячее пятно вот это гораздо больше то есть вот наверно поэтому других вариантов тут особо нет посмотрим сколько выдает это напомню не просто лазерный билет а топовый лазерный билет который стоит дуже дуже богато грошев вот он выдает 9 100 вот здесь кстати тоже мы забыли померить ксенончик 5000 люкс а ну на ксеноне будет меньше однозначно здесь у нас 1300 5 мы посмотрим еще все это дело на дороге насколько это все равномерно будет на асфальте светить то есть ближний свет супер лазер билет 9200 люкс а вот здесь так ну и включим дальний свет да прям что-то по глазам лупит с фокусировочкой какая-то беда прям так ладно я думаю перетерпим немножко вот выдает 11 300 это у нас инфолайт а2 мне его можно показывать 48 ватт то есть он чуть-чуть слабее чем лазерный билет тоже смотрите большое пятно все широко все равномерно скажем так белый 1 лазер на минималках чуть чуть меньше потребляет чуть чуть слабее светит около 7000 люксов принципе тесты уже были все это я показывал то есть но этого вполне уже достаточно чтобы комфортно здесь у нас не 5000 здесь у нас три с половиной здесь у нас принципе то же самое около полторы там 1700 вот 6700 а теперь дальний дальний свет у нас весьма неплох на этих линзах и выдает он 11000 люксов 11 200 нашел такую не освещенную улицу ну практически не освещенную и вечер сейчас машин мало настроил свет метров на 50 может быть чуть чуть меньше ну чтобы если будет кто-то ехать чтобы не слепить никого это у нас сейчас philips extreme vision ну как видите уже едут машины сзади можете сравнить свет машина проехала реально света нету это у нас первая линза амс 12 светит вот так специально настраивал не сильно высоко чтобы было понятно ну как бы как будет свет ложиться на дороге а не уходить куда-то в бесконечность скажем так теперь включаю линзу амс 11 опять едет встречка ставлюсь на паузу сейчас горит светит горит две линзы амс 11 и амс 12 сейчас буду по очереди закрывать эти линзы как-то расположусь поудобнее итак сейчас у нас светит линза амс 12 вот она теперь закрываю вот так светит у нас линза амс 11 за 12 так едет опять какая-то машина ну я почти уверен что его не слепит так еще одна едет ладно выключаясь а это у нас светит ксенон с подогнутой колбой да он разжигается это 50 ваттный блок светит он вот так же говорю я настроил свет немножко ниже так опять едет какая-то машина короче чувак припарковался как раз в самом нужном месте вот так вот тяжелая жизнь блогеров по автосвету нужно найти в городе такое место где нет машин и много ровного черного асфальта ну такого не бывает по всей видимости поэтому ждем пока трафик рассосется будем тестировать дальше это еще раз у нас линза амс 11 это у нас линза амс 12 опять же я не буду давать никаких комментариев чтобы потом ко мне не было никаких претензий сами выбираете шоу больше нравится то и будем ставить ну а это у нас ксенон как видите ширина здесь поменьше вот если так вот делать ну на самом деле ширина достаточная у ксенона то-то яркость которую дают билэды она столь незначительная просто более резко свет обрезается на ксеноне и все ну сложно сказать что тот свет хороший я здесь перегнул фокус чересчур и получается вдали как бы недостаточно света давайте чуть-чуть попробую сейчас поднять попробуем посмотреть как он будет ну он уходит вдаль он уходит вдаль там грузовик поехал на грузовик светит вот если я делаю свет метров на там 70 80 то уже такого нету сильно кидающегося в глаза в общем даже я не знаю шоу вам сказать ребят выбирайте сами думайте сами это у нас за 12 я не хочу дальний свет включать чтобы чувака не слепить а то еще подумать что я ему там моргаю это у нас за 12 а это за 11 как видите тут перед машиной просто зарево какое-то если машина ута уехала я бы сейчас дальний свет еще шмальнул скорее всего сейчас он уедет в общем сейчас посмотрим так наконец-то трафик рассасывается и мы можем продолжать нет но зачем откуда вы все взялись в девять часов вечера здесь и так проверяем дальний свет это у нас линза z11 вот такой дальний свет так теперь включаем за 12 так едет машина ну она поворачивает так включаем ксенончик пускай он разжигается выключаем за 12 ой ксенон случайно выключил ну вот честно по ощущениям абсолютно все одинаково то что я говорил уже раньше при такой яркости уже не важно там 10 тысяч люксов 15 тысяч люксов там уже не важно свет хороший ну вот еще один человек поехал без света когда свет есть вот когда линза еще добавляет видно что света гораздо больше нужно может низковато немножко ладно на этом все ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч всем пока я просто попал до новых встреч